В прошлый раз мы с вами начали рассматривать философию Гегеля. Надо сказать, что Гегель делик тем, что он действительно создал систему развивающегося знания. При этом он, как мы уже упоминали, ориентировался на науку, на её развитие. Ориентируясь на науку, он поставил вопрос о том, как она движется, от какого понятия к какому понятию, как происходит движение. Более того, дальше признав, что субстанцией является дух, Гегель провёл через призму, протащил через призму понятия, которые он признал в духовной субстанции, всё, что существует на земле, на небе, везде. В неорганической жизни, в органической. И таким образом у него действительно получилась целостная система, в которой каждая вещь занимает своё место, и занимает своё место, вот основываясь на том, что духовной является субстанцией. Я говорила вам о том, что одной из первых программных работ Гегеля, это была «Финоменология духа». Вот новое издание вот так вот выглядит. Это издала наша бывшая аспирантка Марина Быкова. Москва 2000-2000 год, «Финоменология духа», это новое издание. Старое издание было какого-то там 36-37 года. Ну и сейчас уже все занимаются вот по этому новому изданию. Вот интересно, что наша аспирантка, она в совершенстве знает немецкий язык, она получила в своё время премию Газенберга, нет, не Газенберга, а ещё кого-то забыла. Три года жила в Германии, выучила немецкий язык и немецкую классическую философию, потом получила американскую стипендию, переехала в Америку, выучила английский язык, и сейчас она преподает в американском университете немецкую философию, классическую немецкую языке. Это вот наша бывшая аспирантка Марина Быкова. Так что перед вами, в общем-то, открыт все дороги, если как следует много заниматься. И вот издала она «Финоменология духа» новое издание. Я говорила вам о том, что эта работа была написана одной из самых первых таких программных произведений Гегеля в 1807 году. Она была написана в иене. И в предисловии Гегель выдвигает главные принципы, развивает главные принципы своей философии, которые потом затем войдут во всю его систему, будут расходы в целостной системе его философии. Во-первых, мы говорили, я кратко повторю, мы говорили о том, что в полейнике с Шерингом Гегель выдвигает в субстанции понятие, не иррациональное начало, не созерцание, не вдохновение, а именно понятие. И вот развитием понятия обусловливается возникновение всех предметов на Земле и на небе и вообще всего, что существует. Развитием понятия. И Гегель показывает, как понятие развивается, как движется. Тут он выдвигает основные принципы своей философии, это противоречие, как движущий принцип всего существующего, и снятие, диалектическое отрицание, которое затем оказывается связанным со снятием. Он показывает Гегель, что так же, как из почки вырастает целое растение, как из желудя появляется дуб, так и из первого, еще абстрактного, неразвитого понятия появляется целая система понятий, постепенно развивается, и каждый шаг на пути этого развития является станцией, на которой понятие обогащается новыми чертами. Первоначальное понятие еще абстрактное, то есть неразвитое. Затем оно становится полным, конкретным, наконец доходит до абсолютной идеи. Далее Гегель говорит о том, что развитие происходит как снятый процесс. То есть то, что человечество, скажем, прошло за длинный путь развития в несколько миллионов лет, человеческий зародыш проходит за несколько месяцев. Он проходит это в сжатом виде. И это положение Гегель берет из науки. Мы говорили о том с вами, что когда наука отделяется от философии, отделение это прежде всего сказывается в том, что спор о логических началах, о началах мышления и бытия в науке уходит на задний план, а философия остается на переднем плане. Наука перестает, ну в течение, скажем, 300 лет, пока существовала Ньютоновская наука, наука перестает спорить о началах. Был период, когда эти споры были очень бурные. Это были споры между Ньютоном, Боком, Югенсом, архитектором, известным Реном, который построил многие здания в Лондоне, другими великими физиками. Спор шел о том, что принимать за начало. Вот, скажем, Югенс сначала массу называл просто величиной тела, или даже просто телом. Масса еще не была мерой инерции, мерой движения. Масса еще не была связана с инерцией. И лишь постепенно споры уходят на задний план. Даже сам Ньютон еще, который предложил, как вы знаете, действие на расстоянии, дальнее действие через пустоту, он еще очень долгое время, в течение последних лет своей жизни, он в письмах писал о том, что, может быть, это не пустота, а эфир. То есть все время шли споры о началах физики, новой физики. Новой физики, то есть динамики, которая отличалась тем, что надо было представить любое тело как силу. Динамика – это была наука о взаимодействии сил. И поэтому даже расстояние могло быть пустотой, потому что если в кинематике требовалось представить себе столкновение тел непосредственное, вот это как раз изучали Гук, Бюйгенс, то для столкновения сил не обязательно непосредственное вот это столкновение. Можно это столкновение или притяжение силы, или взаимодействие сил представить через пустоту. И Ньютон, хотя сам не очень хорошо понимал физический смысл этого понятия, и на протяжении всего существования механики всех 250 лет, в общем, так и не пришли к какому-то определению того, как понять, что такое притяжение на расстояние, то есть через пустоту. Как это возможно? Споры продолжались. Хотя уже они отходили на задний план, и все исходили теперь физики из того, что Ньютон заложил основы, заложил самые главные понятия, из них теперь надо исходить, делать все возможные выводы для того, чтобы развить науку физику. Но известно, что когда Бор поступил в Копенгагене на физический факультет, он писал своему отцу, что, наверное, я зря это сделал, наверное, я зря пошел на физический факультет, потому что все уже решено, все уже сделано, и, в общем-то, ничего такого не осталось существенного сделать. Но вы знаете, как потом изменилась ситуация, когда были изменены основные начала физики. Именно начало, не следствие, а начало. Вот мы с вами, когда заканчивали наш разговор о Канте, говорили о том, что Кант показал, что для того, чтобы сделать знание абсолютным, совершенным, нужно выйти за пределы данных оснований. А поскольку за пределы данных оснований выйти, это означает выйти в никуда, потому что рассуждение ведется именно с точки зрения данных оснований, то оказывается, что это выход, ну, в нечто неопределенное, то, что мы называем ноуменом. Это абсолютно, есть некоторые идеи или ноумен. Вот такое произошло в физике, только уже это новое, абсолютное оказалось не ноуменом, оказалось не идеей, а оказалось чем-то совершенно определенным. Это были новые понятия Эйнштейновско-борфской новой физики. Вот исходя из науки, исходя из того, что наука развивается таким образом, что появляется нечто новое, принципиально новое, Гегель исходил, объясняя, как движется мышление. Он исходил из этого же, когда он объяснял, что такое термин «снятие», то есть когда сокращается путь. И поэтому вот он писал, что то, что раньше было уделом мужей в науке, сейчас становится уделом мальчишеских игр и даже забав. То есть некоторые сокращения пути, то, что было в науке. Ну вот, когда мы на этой лекции, я не знаю, на следующей, подойдем к завершению вот Гегельской системы, мы будем ее разбирать, мы увидим, что вот эта вот логика науки, она оказала Гегелю не очень, так сказать, хорошее подспорье. Оказалось, что его абсолютный идеализм и принятие конечной точки завершения движения связаны с тем как раз, что он воспринял логику науки как единственную логику. В то время как логика философии – это есть нечто другое. Значит, логика философии, она связана с тем, что все время идет спор о началах мышления и бытия. В науке этот спор о начальных основаниях физики науки прекращается. Считается, что Ньютон уже их достаточно определил, несмотря на то, что вот письма, которые, как я говорю, он писал уже после выхода математических началов, содержали в себе еще указания на некоторый эфир, а не на пустоту. Но тем не менее считалось, что вот масса, сила, инерция, понимание пространства как трехмерного, понимание времени как текущего в одном направлении – все это установлено совершенно точно, не требуется больше никаких уточнений, все это уже отспорено, преоспорено, и все пришли к одинаковому выводу, пришли к выводу, что Ньютон прав. Вот исходя из установки на науку, Гегель пытается рассмотреть развитие мышления. И при этом он действительно дает такую картину развития, которая складывается в огромную, такую сложную дифференциальную систему. Развивается знание. И развивается знание именно в виде понятия. Ну потом я вам, когда перейдем к понятию, я вам прочту тут кое-что из Гегеля, где видно, что для него понятие – это главное. Система понятий в науке образуется, и поэтому мы должны ориентироваться в знании на понятие. Не на суждение, как думал Кант, не на заключение, а именно на понятие. Понятие проходит длинный ряд пути, с различными станциями, на каждой станции понятие обогащается, и, наконец, приходит к самопознанию, и приходит к самопознанию через человека. Вот сегодня, я думаю, мы с вами разберем две работы, кратко, конечно, разберем, хотя эти две работы не связаны по времени очень жестко. Это феноменология духа и философия духа. Хотя они написаны были в разное время. Философия духа – это 15-17 год, а феноменология духа – это 7-й год. Почему мне показалось правильным их объединить? А потому что речь идёт о развитии человеческого духа, человеческого мышления. Вот Гегель считал, что только в человеке дух может познать самого себя. Только человек даёт самопознание духа. Ну, посмотрим, какие здесь есть основные разделы. Я вам кое-что буду читать, кое-что буду просто говорить. Вот эту схему мы списали, потому что я сейчас буду другую рисовать. Значит, каждая работа у него, как правило, делится по триаде, то есть на три части. И в каждой части тоже есть триада. То есть он очень подробно рассматривает вот это вот движение духа. И не поймите вот эти его работы, не старайтесь понять, как нечто такое, ну, надуманное, придуманное, нарочито сделанное. Потому что перед Гегелем как раз стояла задача показать, как дух постепенно развивается, как мышление постепенно развивается, как оно приходит от абстрактного к конкретному, как становится полным и необходимым. Значит, начинается сознание. Вот мы берем обыкновенного человека. Сознание – это не просто что-то абстрактное, это не просто что-то непонятное. Это мы берем обыкновенного человека, с чего он начинает, так же, как с чего начинает и наука. В этом отношении наука и отдельный человек, их можно отождествить, сказать, что они оба начинают с одного и того же. Начинают с чувственной достоверности. Чувственной достоверности. Вот то, что мы воспринимаем чувственно, и кажется нам на первый план, что это и есть истина. Во всяком случае, Кант в этом не сомневался, и для него как раз чувство, чувственность, ощущение прежде всего, ну, ощущение, которое оформлено в чистое пространство и время, для него это было начало познания. И Гегель вроде так же берет чувственную достоверность. Чувственная достоверность кажется, что это совершенно непосредственное знание. Вот мы воспринимаем нечто, говорим, вот это стол, вот это есть чувственная достоверность, это самое первое, самое простое. Мы говорим, здесь лежит книга, и тоже кажется, что это самое первое, самое простое знание, от которого можно отправляться. Но если мы проанализируем, что такое вот эта чувственная достоверность, то Гегель говорит, мы увидим, что это не так просто, что не является она первым, потому что мы можем сказать, это не книга, а это стул. Здесь не стол, а здесь дом. То есть у нас любое наше единичное восприятие, книги, березы, человека, еще кого-то, опосредованно чем-то всеобщим, опосредованно вот этим это, здесь, теперь, вот эти вот слова, они являются выражением некоего всеобщего знания, то есть такого знания, которое мы можем отнести и к книге, и к дереву, и к человеку, и к чему угодно. Это здесь, теперь. Вот то, казалось бы, чем мы характеризуем отдельно взятую чувственную вещь, и что представляет для нас чувственная достоверность, на самом деле, не является такой достоверностью. Эта чувственная достоверность единична, она опосредована всеобщим. Вот этими словами, это теперь здесь, который носит всеобщий характер. Воспитание – это то, что пересиливает природу. Воспитание – это то, что дает природе иной совершенно окраску, иной аспект, иной развитие. И эти два сознания существуют одновременно в одном человеке. Вот Гегель называет такое раздвоенное сознание несчастным сознанием. Несчастным в том смысле, что оно все время от одного к другому переходит и не может найти точку опоры. Нет никакой точки опоры, нет ничего первичного, а есть то и другое. И действительно Гегель замечает вот эту особенность просвещения, особенность мышления и просвещения, которая заключается в том, что у просвещения два полюса. С одной стороны природа, а с другой стороны воспитание. Кажется, что природа – единственное основание всех человеческих поступков. И воспитание должно только следовать природе. И до тех пор, пока мы думаем, что природа только благодетельна, все обстоит благополучно. Но как только мы ставим вопрос о том, откуда берутся пороки, откуда берутся преступления, мы должны будем сделать вывод, что они тоже из природы. Если природа – единственное основание человеческого бытия. А если мы считаем, что есть другое какое-то основание, которое может пересилить природу, перевоспитать ее, хотя, скажем, Рамон говорит, выгони природу в дверь, она влетит в окно. Нельзя пересилить природу. Но все-таки просветители такого вывода резкого никогда не делают. Они не говорят, что воспитание бесполезно. Они все время вращаются, их рассуждение между природой и воспитанием. От природы к воспитанию, от воспитания к природе. Вот такой путь от тейса к антитейсу, от антитейса к тейсу. И если мы признаем, что есть какой-то второй полюс, который изменяет природу, то мы должны будем что признать? Что, во-первых, не единственное основание природы, есть другое основание, а во-вторых, что это основание даже сильнее, чем сама природа. Но вот такого вывода тоже никогда просветители не сделают. Они всегда идут как бы от одного к другому. И как только какой-то конкретный вывод замаячит в их поле зрения, они тут же от него отказываются и в другую сторону идут. Как только замаячит вывод, что воспитание сильнее природы, они ставят вопрос, а воспитание на что ориентироваться-то? Ведь оно должно на что-то ориентироваться, как мы должны воспитывать человека. Установки на то, что он природное существо. Что у него все свойства от природы, что вырождает не Бог, а природу. То есть мы опять возвращаемся к природе. Только мы хотим доказать, что природа единственное основание, как тут же встает вопрос о поройке и преступлении откуда. А если они от природы, тогда можем ли мы их устранить? И мы идем к воспитанию. То есть у нас путь все время такой вот ступенчатый. И вот такое сознание Гегель как раз выделяет и говорит, это несчастное сознание или разорванное сознание, когда нет вот одного центра. И таким образом он приближается к тому, чтобы прийти к понятию о том, что есть некоторые все-таки знания, которым мы должны придать значение абсолютного и от него далее отправляться. Но перед этим очень много рассуждений посвящено теме отчуждения. Вот феноменология духа затронула два очень важных вопроса. Во-первых, создание, возникновение сознания и самосознания в труде, труд делает, в общем-то, человека. Ну, не говоря о том, что... Мы сейчас не говорим о том, что сначала это труд сознания, а потом уже труд, так сказать, материальный. А второе, то, что все, что существует в мире, это есть воплощение духа и отчуждение духа от себя. Вот весь человеческий мир, весь мир, в котором живет человек, это не природа сама по себе, это человечная природа. Ну, что в этой природе есть? Вот эти предметы, сталые, стулья, синхронизатроны, ракеты и так далее, это отчуждение человеческого труда, это отчуждение сознания. Но Гегель даже здесь употребляет такое выражение, как овнешнение. То есть то, что у нас было в сознании, становится некоторой вещью внешней для нас, овнешнение. И потом появляется у него не в феноменологии духа, в других работах появляются такие термины, как отредмечивание и распредмечивание. Вот я вам говорила о том, что в советской действительности, философской, несмотря на то, что эта действительность была почти все время под контролем партийных органов, все-таки смогли появиться и не смогли не появиться, потому что мышление, как Гегель прав, всегда развивается, появились три выдающихся философа. Это Ильенко, Библером и Мордашвили. Я вам говорила о том, что вот этих философов, по моему мнению, можно ставить на один уровень с Гадаймером, с Хайдегером. К сожалению, ситуация сложилась в мире так, что мы выучили иностранные языки. Мы читаем уже часто в подлиннике по-немецки Хайдегера, там по-французски Дорида. Мы знаем иностранные языки. А вот наши иностранные коллеги, они, к несчастью, русского языка не знают, как правило. И поэтому они не знают то, что делалось у нас. Даже вот когда Хайдегер Масс у нас читал лекцию несколько лет назад, и я спросила его о том, читал ли он Бахтина, но Бахтин вообще уже мировая величина, у него существует огромная мировая библиография, то он ответил, слышал, но не читал. То есть поскольку они не знают русского языка, наши иностранные уважаемые коллеги, они не знают, что делалось у нас. Они и сейчас не знают, что делается у нас, кто, так сказать, у нас что-то новое предлагает. И поэтому они не знают, что сделал, скажем, Ильенков. А вот Ильенков как раз по поводу Гегеля сделал очень многое. Именно изучая Гегеля, Ильенков предложил определение мышления как деятельности, не просто как отражение. Вот вы не жили в 60-е и 70-е годы, а я, скажем, в 70-е годы преподавала уже во многих институтах. У нас тогда в учебниках везде писало, что мышление – это отражение действительности. Вот мы смотрим на предмет, и мы знаем, какой предмет. Такая была точка зрения распространённой и утверждённой ЦК КПСС, всей идеологии нашей. Эвальд Васильевич Ильенков, его величие действительно в том, что он впервые, изучая Гегеля, пришёл к выводу, что нужно определять мышление как деятельность, мысленную деятельность, деятельность мысли по предмету. Скорее мысль похожа на руку, которая ощупывает предмет, чем на глаз, в котором отпечатывается что-то. Да, собственно говоря, и глаз тоже, зрение тоже не есть, отпечаток. Зрение есть тоже, похоже, оно скорее вот на руку, которая ощупывает предмет. И Эвальд Васильевич Ильенков определяет мышление как деятельность. Ну, сначала по предмету, а потом и против этого предмета, потому что как появляются новые вещи, новые предметы, нам не нужно посмотреть, чтобы создать синкрофазотрон. Мышление оказывается творческой деятельностью. Прямо по Гегелю. Мышление творит мир. Гегель не случайно делает этот вывод. Мышление творит мир. Ну, не просто, так сказать, отражает, оно творит мир. И, может быть, это можно было и материалистически истолковать, как истолковал, скажем, вот Ильенков с точки зрения материализма. Но это я не буду уж вам подробно рассказывать. Наверное, вам лекции лекторские читал, и читал он лекторские лекции. Чего-то он вам об этом говорил, я не знаю, насколько много, но, во всяком случае, он тоже придерживается этой точки зрения, то же самое, как и я. Что мышление – это не просто движение по предмету, не просто деятельность, хотя уже одно это было огромным шагом по сравнению с тем, что мышление отражает мир. Вот видит и отражает. То есть чувственность тогда выходит на первый план. А определить мышление как деятельность – это уже был значительный шаг вперед. И здесь же на этом пути, и тем более определить, как творческую деятельность, как создание чего-то нового. И на этом же пути, вот, Эврид Васильевич Ильенков, я просто хочу, чтобы вы отдали должное вот некоторым философам, которые жили вот в это тяжёлое время. Вот статья Ильенкова 1964 года «Идеальная» во втором томе энциклопедии, старой энциклопедии философской, она просто произвела, ну, впечатление разорвавшейся бомбы. Потому что идеальное мышление было определено совсем по-другому, чем предшествующие, там, 30 лет со времён Сталина до 60-го года. Вот на этом пути Ильенков вводит такие понятия, как «опредмечивание» и «распредмечивание» в гегельском духе. То есть «опредмечивание» означает, что мы берём какой-то предмет и в него вкладываем свои замыслы, свои мысли, свои планы, свои духовные планы на первый момент. Сначала духовные. И предмет у нас становится предметом, он воплощает в себе вот наши планы духовные. Он становится, как сказал Бегегель, инобытием сознания. Любой предмет является инобытием сознания. И с другой стороны, есть «распредмечивание» по Эвальду Васильевичу Ильенкову. То есть, если я хочу знать, что представляет собой данная наука, данный предмет, данное открытие, я должен понять его, я должен сделать вот это внешнее мне содержание в предмете, я должен сделать его содержанием своей мысли, я должен понять его, распредметить. То есть, из предмета сделать содержание мысли. И если я этого не сделаю, если я не распредмечиваю, то я никогда ничего нового в этой области не создам. Я могу пользоваться, скажем, выключателем, но я при этом совершенно могу не знать, как устроено электричество, как топ бежит. И в этом случае никакого распредмечивания не происходит. И в этом случае опредмечивания не произойдет. То есть я никогда ничего нового здесь не создам. Я могу пользоваться там телевизором, я знаю, как его включать, я знаю, как его переключать. Ну, не говоря там о компьютере. Но обязательно должно быть, если я хочу создать что-то новое, обязательно должно быть распредмечивание и опредмечивание. Только тогда опредмечивание, то есть воплощение мысли в предмет. Когда предмет предстает моим, так сказать, созданием и набытием моего сознания, только тогда я создам что-то новое, если я смогу распредметить, то есть понять, как устроена эта вещь. И это всё, все эти открытия, сделаны вот на основе открытия Гегеля, на основе изучения Гегеля. Что такое... Это впервые тогда Ильенков обратился к Гегелю. Ведь вы знаете, какие у нас, скажем, были собрания вот в этом красном зале происходили, когда выступали, ну, предположим, представители русской философии, и такие были речи, что я Гегеля не могу читать, я его могу только критиковать. Знаете, то есть отношение к Гегелю был такой идеалист, идеалист, и ничего хорошего у него, так сказать, мы взять не можем. Вот Ильенков был один из первых, кто в 60-е годы обратился именно к Гегелю и показал, какое рациональное зерно, ну, Эврид Васильевич был материалистом, показал, какое рациональное зерно, даже с точки зрения материализма, можно найти у Гегеля. Вот тема отчуждения, она у Гегеля очень широко проработана. То есть то, что принадлежит человеческому сознанию, что принадлежит самосознанию, воплощается впоследствии в вещь и становится вещным, становится предмеченным, становится предметом. Все предметы являются воплощением духа в человеческом мире, но у Гегеля, как вы знаете, даже и шире этого, потому что он приходит к выводу, что и все объективные структуры, такие как, например, наука, они воплощают в себе не мое индивидуальное какое-то сознание, не мое самосознание индивидуальное, но воплощают в себе нечто общественное. Термин отчуждения очень глубоко и широко проработан Гегелем. Потом он взят на вооружение Фейербахом, когда Фейербах будет теорию религии свою создавать. И очень, конечно, у Маркса он потом. Маркс берет его прямо непосредственно у Гегеля. Только у Маркса этот термин приобретает уже социальную окраску. Для него отчуждение – это социальное отчуждение, отчуждение в обществе, отчуждение классовое. Один класс отчуждается от другого, во-первых. Во-вторых, продукт труда отчуждается от рук рабочего. Предмет труда, который создает рабочий, отчуждается от него. И сам труд отчуждается от рабочего и становится для него чем-то внешним, чем-то, так сказать, ненужным. За что он только получает зарплату, но что не является его внутренней потребностью. Личность рабочего отчуждается. От самого себя отчуждается. Много происходит различных тут оттенков отчуждения. Давайте потом вопросы задавать, ладно? А то я перебиваюсь и забываю, о чем я говорю. И таким образом вот этот термин отчуждения уже в феноменологии духа очень серьезно выступил на первый план. Ну, наконец, значит, это мы разобрали вот сознание, самосознание. Это всего лишь, ну, наше человеческое, вот индивидуальное, так сказать, сознание. Как оно развивается. Гигель вот показывает, что оно идет от непосредственного чувства, чувства и достоверности к самосознанию. Что мы понимаем, что это мы сотворяем вот этот наш мир. Что в каждом предмете сидит, лежит, воплощается наш замысел духовный. Что это сознание движет вперед. Сознание является субстанцией, духовной субстанцией. И уже точно совершенно феноменологии духа, какая это духовная субстанция. Вот, пожалуйста, теперь ответьте мне на этот вопрос. Что за духовная субстанция для Гигеля субъект? Какая для него духовная субстанция является субъектом, который развивается во всем и везде? Говорил об этом. Какая духовная субстанция? Ребят, вот задам на экзамен такой вопрос. Ну, понятие. В том, вся штука, что понятие. Значит, в отличие от, опять, все, как дисловие прочитаете, ксеноменологии духа, по крайней мере. Что если шеринг, все, так сказать, вся ссора началась с чего? Что для шеринга исходным и постижением всего мира было созерцание. Иррациональное восприятие, вдохновение. Гегель сразу встает на точку зрения чего? Науке. И видно, что его система – это наука учения. Фихте так назвал свою философию. Наука учения, учение науки. То есть выяснение того, с чего наука начинает, чем она заканчивает, какие у него критерии, каким путем она идет, каким путем она движется. Вот все, так сказать, установка на науку. И у Гегеля установка на науку. Понятие почему выступает? А потому что любая система науки – система понятий. Система развивающихся понятий. Понятие развивается. И даже для обычного человека, для смертного простого, для него тоже любой предмет воплощает в себе понятие. Мы говорим «стол». И стол – это не просто звук пустой. Но потом я вам прочту много страниц из гегельской, скажем, философии духа, где будет видно, что для него понятие – это не просто звук, не просто название, а это суть предмета. Понятие – суть предмета. И для нас поэтому понятие выступает как основное, как, так сказать, то, что ведет наш разум, развивает наше мышление, потому что оно является сущностью предмета. Без того, чтобы мы знали, что стол – это не просто коричневый, не просто прямоугольный, не просто там на двух или трех ножках, а что стол – это предмет, за которым сидят, на котором можно писать, за которым можно есть. Сущность выражена в понятии. Вот понятие является той духовной субстанцией, которая развивается, в отличие от Шеллинга. Это синеминология духа, то есть первое произведение. Но почему я вот решила сегодня присоединить к синеминологии духа философию духа? Потому что в философии духа тоже речь идет сначала об индивидуальном духе, то есть о духе индивида, который постепенно в результате развития становится уже не индивидуальным, а общественным духом, входит в общественную структуру. Философия духа, которая написана в составе трилогии, «Энциклопедии философских наук». И действительно, ребят, Гигиг создал энциклопедию, показав, что все может быть уложено вот в эту систему развития понятия, что все мы можем рассмотреть с точки зрения развития понятия, пропустить сквозь призму понятия. Вот этим он велик, он действительно создал единую систему. «Философия духа». Она пишется в составе трилогии «Энциклопедии философских наук» уже после логики. Я логику специально оставляю сейчас в стороне. Вот, наверное, мы в 7 часов начнем, вот сейчас мы рассмотрим философию духа, а потом, наверное, начнем логику. Логика-то сначала была. Логика была в 1812-1815 году написана, а философия духа уже в Гидельбергский период, то есть уже с 15 по 17. Ну, далеко от феноменологии отстоит, почти на 10 лет. Но, тем не менее, очень сходные мотивы там и здесь. То есть рассматривается как субъективный дух, как вот наше индивидуальное человеческое сознание достигает каких-то более высоких вершин, становится общественным сознанием. Философия духа. Здесь уже человек поднимается до таких вершин, когда он доходит до абсолютного духа. Вот именно в человеке дух достигает самопознания, достигает абсолютной идеи. Абсолютной идеи. Идеи вообще и абсолютной идеи, и абсолютного духа. Абсолютный дух будет выражен у Гегеля в таких предметах, как религия, философия, искусство. Это абсолютный дух. И Гегель не случайно говорит о том, что именно в человеке дух достигает своих вершин. В логике мы имеем перед собой просто развитие духа, развитие знания в абстрактной форме, в чисто логической форме. То есть если мы будем, скажем, рассматривать, как развивается наука, и выделять какие-то этапы ее развития, то вот мы придем к логике. То есть мы покажем, как одно понятие переходит в другое, как одна категория переходит в другую. И очень важно еще подчеркнуть, что у Гегеля имеет место действительно переход, действительно развитие, действительно движение, которое связано, но я не стала уж вам сегодня повторять то, что я говорила в прошлый раз, которое связано с противоречием, как источником развития, связано с диалектическими отрицаниями, связано со снятием, связано с триадой. Вот это вот развитие духа, оно проходит вот эти вот все пункты. Любой дух проходит все эти пункты. Индивидуальный дух и общественный дух все эти пункты проходят. В философии духа он и показывает, как мы с вами, индивиды, возвышаемся до общественного сознания, до абсолютного духа далее. Как мы понимаем, что мы сами и есть этот абсолютный дух, что мы и есть вершина развития духа. Без человека абсолютный дух не достигает самопознания. Но серединка пути не в человеке. Человек – это только завершающий этап. В философии духа в предисловии, в выведении, точнее, в предисловии – это было феноменологии духа, а вот в выведении он повторяет те же мысли, которыми он был обременен феноменологией духа. То есть весь дух развивается. Дух не существует без развития. Дух не есть нечто статичное и постоянное. Дух все время воплощается и в неорганический мир, и в органический мир, и в человека, и в искусство, и в науку, и куда угодно. То есть все время идет развитие. Каждый раз дух обогащается, каждый раз понятие развивается как-то по-другому. Вот этот длинный путь развития и выступает затем в итоге как абсолютный дух. Далее здесь Гегель называет развитие очень специфическую вещь. Мы с вами потом на этом остановимся. Вот здесь, так сказать, зарыт троянский конь, если можно так сказать, в гегельской философии, что развитие понимает как развертывание. То есть все то, что было уже заключено в зародыше, оно, так сказать, развивается потом. Вот для него развитие, термин развитие, означает вот это самое. Из зародыша получается взрослый предмет. Из желуди возникает дуб. Из какой-нибудь почки там образуется растение. Из зародыша человека получается человек. Вот это он называет развитием. Но тут скрыт очень большой такой сомнительный момент, что если все уже заранее заключено в чем-то, то в чем развитие состоит? Тогда это не развитие, а развертывание просто. Но на этом мы потом остановимся особо. Для Гегеля это развитие. Развитие и это развитие совершается во всем. И причем дух не нуждается в развитии ни в каком-то ином импульсе. Ни в таком импульсе, который исходит от чего-либо другого. Дух всегда развивается по своим собственным противоречивым моментам, которые оказываются источником движения. Нет ничего такого, чтобы извне диктовало духу развитие. Он развивается сам по себе, все внешние импульсы в нем и внутренние импульсы в нем в самом заключены. Сравнивают здесь материю с сознанием. Материя тяжелая. Она временна тяжестью. Поэтому она развиваться не может. Но вот философия природы, мы ее рассматривать не будем, понадобился бы целый курс, чтобы рассматривать все гегельские сочинения. Материя, природа, она только разнообразится в пространстве. Но она не развивается. Развивается только дух. И только дух приходит к самопознанию. И только дух имеет свои стимулы развития в себе саму. Задача познания – снять всяческое отчуждение и увидеть, что дух есть самое первое, и что дух есть во всем. Ну, сейчас вот зачитаю кое-что. Сейчас. Когда дух находится в каком-то предмете, он находится еще в себе. Вот для себя вот это выражение, вы где-то тоже сфиксируете, эти выражения для Гегеля очень типичны. Дух в себе. Ин зих, он фюр зих. В себе и для себя. Они означают, что дух, вот когда воплощается в какой-то предмет, и этот предмет развивается, дух служит его внутренним источником развития, то здесь дух еще в себе. А вот когда он приходит к самосознанию, когда он понимает, что он есть истина всего существующего, существующего, тогда мы можем говорить о духе для себя. Как у Маркса будет классный, и для себя. Да, у Маркса будет потом в себе и для себя. В сказанном уже заключается то, что переход природы к духу не есть переход к чему-то безусловно другому, но только возвращение к самому себе того же духа, который в природе обладает бытием вне себя. То есть то, что мы имеем в природе, на самом деле, когда мы от природы, вот познаем природу, приходим к выводу, что она духовна, по своей сути, что сутью является понятие, здесь дух возвращается к самому себе. Он не переходит к чему-то иному. И только человек впервые поднимается от единичности ощущений к всеобщности мысли, к знанию о самом себе, к постижению своей субъективности, своего я. Одним словом, только человек есть мыслящий дух. И этим, причем единственно только этим, существенно отличается от природы. То, что принадлежит к природе, лежит позади духа. Правда, дух объемлит собой всю полноту содержания. Однако определение природы выступает в духе совершенно имче, чем во внешней природе. Значит, развитием называется то, что выводится из зародыша. Вот то, что все содержалось в зародыше, теперь развернулось и выступило как полное. Надо сказать, что не нужно понимать вот это вот выражение его, как то, что существовало в свернутом виде, в маленьком просто, в маленькой форме количественно. Ну, скажем, что человек содержался в зародыше в таком же виде, в каком он есть во взрослом состоянии, только в уменьшенном масштабе. Это точка зрения префорнизма. Кстати, на точке зрения префорнизма стоял и ливниц. Было вот в то время, когда еще были не очень развиты науки о живой природе. Ну, кстати, сейчас очень трудно объяснить, как из неживого возникает живое. Каким образом? Как вот мы, так сказать, Дидро приводил, например, такой пример. Вот, говорит, яйцо, вот для нас пример неорганической материи. Яйцо, неживой предмет. Даже когда мы введем в это яйцо зародыш, он еще тоже неживой предмет. А вот если мы поместим это яйцо в тепло, у нас вылупится цепленок. То есть у нас неживое переходит в живое. Но Дидро признается, я не понимаю всех звеньев этого перехода. Как из неживого получается живое? И вот в 60-х годах, с 18-го века, когда начала развиваться уже биология, две точки зрения были. Либо, так сказать, животные свойства присущи и всему неорганическому миру. И тогда, так сказать, нам не нужно объяснять, как из неживого происходит живое. Потому что свойства живого присущи всей неорганике. И минералы движутся, и минералы питаются, и минералы размножаются. Ну, просто это очень незаметные изменения, и мы их не замечаем. Был такой термин, вот известный очень естествоиспытатель Робине, наверное, вы слышали это имя, пишет в 1761 году работу о природе, де ла натур, где употребляет вот этот термин всеживотность. То есть все одухотворено, все живое. Даже не одухотворено, это я не точно сказала, это скорее гигельский термин. Все оживотворено. Все живое. И минералы, и камни, и все что угодно, все живые. Все движутся, все размножаются, все питаются, просто мы этого не замечаем. И поэтому не нужно объяснять, как из одного происходит другое. И другая точка зрения, преформизм. Линей его придерживался, ледниц его придерживался. Это такая точка зрения, что уже в зародышах существует взрослая посыпь, но только в очень уменьшенном виде, очень маленьком виде. И все развитие представляет собой лишь, так сказать, количественное увеличение. Но это присуще только живому, а в неживом этого нет. То есть вопрос о возникновении живого из неживого был открытым вопросом. Открытым вопросом. Из-за слова Гегеля в том состоит, что он, в частности, вот рассказывая, как развивается понятие, как развивается духовное, вводит такой термин, как скачок. То есть что-то развивается, развивается, развивается на одном уровне, а потом вдруг происходит скачок и получается что-то другое, какой-то другой уровень. Но скачок тоже, так сказать, пока еще недостаточно определенные понятия. Мы все понимаем, что из неживого образуется живое. Но вот как образуется? Вот то же самое, так сказать, попробуйте сейчас объяснить, как из неживого образуется живое. Тоже окажется это очень трудным делом. И, в общем, как сказал бы Дедро, звенья этого перехода остаются нам неясными. Здесь же в объединении с философией духа опять выдвигается принцип отчуждения, снятие этого отчуждения, дух воплощается в природу. И мы должны, правда, вот тут, так сказать, очень много, конечно, Гегеля выдвигали упреков по каждому вопросу, и в том числе потому, что дух воплощается в природу. Но известный такой философ Транделенбург немецкий, это вечный оппонент Гегеля, того же периода примерно у него в 1840 году вышла работа, которая называлась «Логические исследования». Он ставит вопрос о том, что если абсолютная идея такая уж, ну, так сказать, завершенная в себе система логического и духовного, то зачем ей воплощаться во что-то другое? Зачем ей проходить тот же путь в природе? Зачем ей воплощаться в природу? Непонятно. Если уж она... Не поняла? Транделенбург. Транделенбург. Ну, были и другие оппоненты. Масса была оппонентов, которые спрашивали Гегеля, почему вот его идея, которая совершенно, которая замкнута в себе, которая сама собой, так сказать, довольна и уже существует, фюрзис, то есть для себя, почему она вдруг начинает какой-то путь отчуждения, почему она отчуждается во что-то другое. Вот этого, в общем-то, никто не понял. И надо сказать, что с точки зрения Гегеля такое воплощение тоже выглядит недостаточно убедительно. Но ему надо было всё включить в образование, в путь образования понятия, развития понятия. Поэтому и природу нужно было включить. Но как её включить, если она материальная, если она совсем, так сказать, другая, чем сознание? Ну, включить можно было только одним единственным способом сказать, что и она духовна. А как она духовна? Ну, скажем, вот, как она духовна, как в ней воплощается? Хотя на самом деле она не развивается, поэтому вроде бы не духовна. Но всё-таки погибли, она духовна, в ней воплощается сознание, в ней воплощается понятие, но только вот в таком отчуждённом виде. И наша задача в том, чтобы совлечь вот это вот отчуждение и представить понятие вот в его собственной форме, в его собственном виде. Опять деление идёт в философии духа на различные триады, на различные триадичные образования. Очень много их, мы их кратко сегодня рассмотрим как путь развития сознания к самому себе. Обязательно рассмотрим, но кратко. Значит, после того, как Гегель в видении говорит, что его дух, он откровенно признаётся, что его дух похож на христианский дух. То есть на дух христианства, на дух религиозный. Единственное, только в духе религиозном по Гегелю совершается осознание в виде представления, осмысление в виде представления, а вот в философии в виде понятия уже. То есть понятие тоже проходит несколько этапов, в том числе этап представления. Ну и этап чувственного существования вещи, это тоже, в общем-то, этап существования сознания, но только самый первый, самый непосредственный, который мы должны снять. Значит, говорит он о сходстве религиозного сознания и философского сознания. Подчёркивает он, что только человек поднимается вот постепенно к этому абсолютному духу и выделяет тоже несколько разделов. Это раздел субъективный дух, объективный дух и абсолютный дух. Ну, каждая из этих трёх рубрик, она тоже разделяется. Вот иногда Гегелю предъявляет такой упрёк, что он слишком классификатор, слишком членит всё на триады, что у него каждое, так сказать, каждое образование выступает в тролятой такой, в триадичной форме. Действительно, слишком иногда даже мелкое членение. Но ведь задача, какая стояла перед Гегелем? Показать, что всё, что существует на Земле, на небе вообще кругом, всё воплощает в себе духовную субстанцию и понятие. И нужно показать, действительно, какая-то огромная система, огромная разветвлённая система, показать, как всё через понятие проходит. Показать, как абсолютно всё через эту призму сознания, можно объяснить. Вот какая перед ним стояла задача. И задача была, ещё раз повторяю, обусловлена господствующим положением науки в общественном сознании. Наука была на первом месте, а наука и представляла, не искусство. Ещё в 60-х годах нашего века я присутствовал при этих спорах, когда, скажем, физики из Обнинска говорили, что единственная наука вообще, которой надо заниматься, это физика, а искусство, ну, это ветка сирени, которую вот мы воткнём в стаканчик, когда полетим на другую планету, но вот ракету-то делают физики, а искусство, ну, это что-то вроде вдохновения, что-то вроде ветки сирени. То есть считалось, что наука это единственное достояние человечества. Гегель на это ориентируется, что наука это формирование наиболее полное сознания в виде понятия. Наука есть разветвлённая система понятия. Учёный начинает с какой-то непосредственности, вроде бы, а на самом деле оказывается, что за этой непосредственностью стоит понятие, потому что с чего бы учёный не начал работу в своей лаборатории, он всегда оказывается то, что ему кажется непосредственным, за ним стоит изобретение предшествующих мыслителей. И он берёт это как, с одной стороны, как непосредственное, а с другой стороны, если он вдумается в это, то он увидит, что это опосредовано предшествующим трудом, предшествующей деятельностью, предшествующей деятельностью сознания. Вся наука представляет собой систему разветвлённого понятия, которое от абстрактного поднялось до конкретного. Ну, тут мы с вами сейчас остановимся на понимании того, что он воспринимает как абстрактное, а что как конкретное. Значит, деление идёт и в субъективном духе, и в объективном духе, и в абсолютном духе. Опять, ребят, может быть, я много слишком об этом говорю, но это не просто какое-то искусственное членение, которое он взял, Гегель придумал, вот ему захотелось там много всяких классификаций завести. А на самом деле это потому, что он пытался всё объяснить с точки зрения развития понятия. Любую вещь, неорганическую, органическую, любое изобретение, любую ситуацию, он пытался объяснить через сознание понятия, на каждый раз на разные ступени развития. И поэтому для него вот этот ход, он не лишний, он не фантастический, не придуманный, а как раз такой ход, который, ну, показывает, как, с какой стороны в каждом случае развивается понятие, развивается сознание. Вот в субъективном духе, вот субъективный дух, это наш с вами субъективный человеческий индивидуальный дух, он выделяет тоже три стадии, триада. Первая это антропология, вторая феноменология, часть наук, которая занимается вот этим индивидуальным субъективным духом, это антропология, феноменология и психология. И в каждой из этих частей тоже есть свои триады. то есть детальное, скрупулезное исследование всего развития духа. Что такое антропология? Антропология это такая ситуация, в котором наш дух, вернее, общий дух выступает как душа, как еще нечто приближенное к природному, как нечто содержащееся в природном материале. Антропологическое состояние духа это природное состояние. И Гегель называет это душой. Здесь еще нет субъекта. Это только некоторые природные основы, некоторые природные субстанции. И здесь по Гегелю еще дух находится под властью материи, под властью природы. Здесь дух еще не освободился. Как бы природная стадия существования духа. Дух еще не освободился от материи. В чем это выражается? Ну выражается это в частности в зависимости и человека, и животного от климата, скажем, от расы, да даже от приливов Луны и отливов под влиянием Луны. Вы знаете, что зимой многие живые существа, животные впадают в спячку, летом они просыпаются. Растение расцветает летом, замирает, уничтожается зимой. И человек тоже, он в теплые времена он хочет путешествовать, развлекаться, а в зимние времена он может даже сосредоточиться и работать. То есть зависимость духа от природы. Это еще такое природное бытие духа, когда еще дух, душа становится субстанцией, душой, но еще не субъектом. Еще не индивидом и еще не субъектом. Вы знаете, что и приливы, и отливы на нас действуют, и полнолуние на нас действуют. Некоторые люди очень плохо там спят в полнолунии и очень плохо спят, так сказать, когда Луна начинает развиваться. То есть вся тяжесть материи действует пока еще на дух. Дух еще обременен материей. Он еще не высвободился из-под тяжести материи, находится под влиянием материи. Ну вот, например, прочитать что-то, что он пишет. обстановка зимы располагает к самоглублению, к средоточению своих сил, к семейной жизни, к почитанию пенатов. Летом, напротив, ощущается особенное расположение к путешествиям, чувствуя себя вырушенным на свободу. Но если еще с этим можно поспорить, то во всяком случае спорить с тем, что животные впадают в спячку, что растения замирают зимой и расцветают весной и летом, тут с этим не поспоришь. То есть, действительно, дух, как сказал бы Гегель, находится вот под влиянием земной обстановки, под влиянием материи. Это еще природная субстанция, это еще душа, которая не стала субъектом. Он выделяет здесь также и расы некоторые, негроидную, монгольскую расу, отдает предпочтение, конечно, европейской расе, которой он выделяет не по способности, а просто вот по различию, разные расы есть. Эфиопская, монгольская, европейская, и в европейской он выделяет германцев, конечно, для него, в общем, у него такой пункт есть, некоторые националистические, для него и пурская монархия превыше всего, и его собственная система превыше всего, но мы потом специально на этом остановимся, почему так, он был не очень недалеким человеком, с тем, чтобы просто так вот взять и сказать, что моя система самая высокая. Какие-то основания у него для этого были, и были у него основания для того, чтобы германцев признать наиболее развитым народом, и русскую монархию признать наиболее развитой. Вот только в кавказской расе, то есть в германской расе точнее, вот кавказская раса, это европейская раса, сеноим, дух обретает себя. И здесь же он очень много говорит опять вот в этом разделе, антропологии, он говорит об ощущениях, ругает Канта, критикует его, говорит о том, что ощущения не дают нам знания о предмете, потому что ощущения разрознены, они не соединяются в одно. Сейчас я вам прочту, буду читать временами что-то, чтобы вы видели, как он сам рассуждает. В ощущении содержание духа является неопределенностью всего моего для себя бытия. Хотя в этой форме еще и смутного, оно следовательно полагается, как мое самое интимное достояние. Достоянием является то, что оно неотделимо от действительного конкретного я. Это непосредственно единство души с ее субстанцией, то есть с природными, с ощущениями. Противоречие между духовным содержанием и ощущением состоит в том, что это содержание есть нечто в себе и для себя всеобщее. То есть дух это есть всеобщее, которое пронизывает все мое знание, в том числе и ощущение. Дух это есть всеобщее, необходимое, подлинно объективное, тогда как ощущение напротив есть нечто единичное, случайное, односторонне субъективное. Но вы помните, что и у Канта ощущения были многообразные, разнообразные, но не было в них единства. И надо было это единство установить. Вот по Гигель это единство устанавливается благодаря деятельности сознания. Совершенно недопустимо поэтому ссылка на одни только собственные ощущения. Кто это делает, тот отступает с общего для всех поля основания, мышления и самого дела в область своей единичной субъективности. Куда, так как она посуществует нечто пассивное, может в одинаковой мере проникать и все самое неразумное и дурное, и все самое разумное и хорошее. Из всего этого вытекает, что ощущение есть самая плохая форма духовного. То есть ощущение тоже есть духовное. Все духовное, все абсолютно духовное, но это самая плохая или может быть самая низшая форма духовного. И что оно может испортить самое лучшее содержание. В то же время уже было сказано, что для чистого ощущения противоположность ощущающего и ощущаемого субъективного и объективного остается еще чуждой. То есть в ощущениях мы еще не отмечаем объект от себя. Когда мы говорим, что вот нам больно, то здесь есть единство объективного и субъективного. Нож разрезал мне руку. У меня появилась боль. Это единство ножа и боли. Мои ощущения есть единство объективного и субъективного. Еще не произошло вот такое развлечение. И поэтому ощущение, вот оно дает знания какие-то, но очень поверхностные, очень непосредственные. И уже когда мы разбирались на минологии духа и говорили о чувственной достоверности, то мы видели, что эта достоверность, она всегда опосредована всеобщим. Что всеединичная опосредована всеобщим. Значит, мы таким образом вот коснулись так называемой антропологии, как природной души. Вот антропология изучает природную душу. Как субстанцию еще. Еще не как субъект. Только как субстанцию. Зависимость от материи, зависимость от времен года, зависимость от рас, зависимость от ощущений. А вот следующий этап. Чувствующая душа. Значит, первая это была природная душа в антропологии. А вот второй элемент чувствующая душа. Чувствующая душа. Нужно соответствовать некоторое равновесие духовного и физического. Ребят, я уже сказал вам, что вот все эти членения вам знать не обязательно. На экзамене не обязательно говорить. Но иметь представление вы о них должны. Потому что тогда у вас ответ будет более насыщенный, и понимание ваше будет более глубоким. Показать, как Гегель проводит через все, так сказать, препоны, через все какие-то узелки, проводит понятие, показывает, как оно постепенно разливается. И как даже человеческая душа становится уже субъектом, непосредственно уходя от природной тяжести по Гегелю. То есть тяжести материи. Что такое чувствующая душа? Это уже такая душа, причем это не просто вот в одном человеке существует такая душа, а в другом такая. Нет, просто вот можно рассмотреть с этой стороны одного и того же человека, а можно рассмотреть с другой стороны. Чувствующая душа – это когда находится в равновесии. И материальное, и духовное. Ну, рассматривает он тут множество всяких феноменов, и, возможно, с ним многие и не согласились бы, например, он рассматривает такие явления, как лунатизм, он рассматривает болезни различные человеческие. Но с чем, так сказать, можно согласиться – это когда он рассматривает ребенка в утробе матери и говорит, что состояние матери действует на ребенка, на зародыш ребенка. Ну, действительно, все знают, что если мать в это время болеет там каким-нибудь болезненным, типа там краснухи, скарлатина или еще что-то, то на ребенке это обязательно отзывается. То есть такое уже состояние зависимости не просто здесь чувства преобладают, а вот чувственность материи находится в некотором равновесии с духовным, взаимной зависимости. Ребенок воспринимает, ребенок в утробе матери воспринимает вот все изменения, которые связаны с ней. Это чувствующая душа. Это уже становится здесь индивидуальность. Здесь можно уже говорить об индивидуальности. Если в первом случае природной душе мы говорили только о субстанции, о душе как природной субстанции, то во втором случае чувствующая душа мы говорим уже о некоторой индивидуальности. И, наконец, последняя, так называемая действительная душа. Действительная душа. Действительная душа как раз характеризуется победой духовного над материальным. Даже материи здесь подчиняются духу. Гегель употребляет здесь действительно интересные примеры. Такие как прямая походка человека. Она, в общем-то, не врождена человеку. Она не вытекает, так сказать, из его материальной природы. Человек, ребенка, вы знаете, нужно долго учить ходить. Так же, как его нужно учить, скажем, есть предметами, такими как вилка, ложка и прочее. Вот есть руками, ребенка учить не надо. Он плотает и тащит, так сказать, в рот. А вот вилка, ножик, ложка, стакан, он много раз отбрасывает это от себя, пока не начинает, так сказать, пользоваться этими предметами. И по Гегелю, и не по Гегелю то же самое обстоит и с прямой походкой. Ребенка учить ползать не надо. А вот прямохождение, его учить надо этому. И довольно долго. И в ползунках, и за ручку, и как угодно. И вот по Гегелю это уже действительная душа. То есть здесь уже образуется объект, субъект, простите. Здесь уже субъект. Не просто индивидуальность некая, а субъект возникает, у которого все вот его, так сказать, у субъекта эти функции, они определены не столько его материальной природой, сколько его духовной природой. И далее мимика, наша мимика. Ведь удивление, сочувствие, горесть, печаль, все это отражается на нашем лице. Духовная, так сказать, здесь уже возобладает. Духовная здесь господствует. Сейчас поищу какую-нибудь страничку, чтобы вам прочитать. Тело лишь знак духа. Вот, в действительной душе. Сейчас найду страничку и прочитаю вам. Я вот все эти книжки ношу, чтобы показать вам, что Гегелю действительно говорит и что он имеет в виду. Кстати, о руке. Рука вообще тоже загадочное совершенно явление в человеке. Рука это такой орган, который, ну, в общем, не материальный, скажем так, орган. Почему? Вроде бы он материальный. А с другой стороны, даже как сердце. Сердце, это по Фейербаху, например, физический, не физический объект. Природно-сверхприродный. Потому что в сердце, ну, если мы вкладываем туда все наши волнения, переживания, любовь и так далее, то вроде с одной стороны сердце это физический предмет, а с другой стороны он сверхфизический. Так же и рука. Вроде бы ее создала природа. Вроде бы она телесная, эта рука. Но особенность ее в том, что она может совершать рука любые движения, абсолютно. Вот любые. Нет таких движений, которые рука не может совершать. И любое орудие в эту руку влезает. И рука может действовать любым орудием, изменяя все предметы. Вроде бы и физический предмет, вроде бы орган нашего тела. И в то же время какой-то, ну, сверхъестественный, что ли, предмет. И вот Гегель говорит также о том, что вот наше превращение субстанции и индивидуальности в субъект заключается в том, что духовное начинает господствовать, превалировать над материальным. Выражение лица, прямая походка, все это делает тело знак души. Вот посмотрите, как он пишет. Напротив, подлежащие теперь нашему рассмотрению свободно происходящее воплощение придают человеческому телу столь свободный духовный отпечаток, что благодаря ему оно гораздо более отличается от животных, чем вследствие какой-либо природной определенности. Со своей чистотелесной стороны человек не очень отличается от обезьяны. Но по проникнутому духам внешнему виду он до такой степени отличается от названного животного, что между явлением этого последнего и явлением птицы существует меньше различий, чем между телом человека и телом обезьяны. Поскольку духовное выражение создается мускулами лица, его, как известно, называют мимической игрой, жесты в более узком смысле слова исходят от остального тела. Абсолютный жест человека есть вертикальное положение. Только он способен на это. Тогда как даже орангутанг может сохранить прямое положение только при помощи палки. Человек не является от природы с самого начала своей жизни поставленным в прямое положение, но сам выпрямляется энергией своей воли. И хотя это его манера держаться стоя, превратившись в привычку, уже не требует более никакого нового напряжения деятельности воли, но все же состояние это должно быть постоянно проникнуто нашей волей. Так как иначе мы, так часто, должны были бы упасть. Рука, и в особенности кисть руки человека, точно так же есть нечто только ему свойственное. Ни одно животное не имеет такого подвижного орудия деятельности, направленного вовне. Рука человека – это орудие орудий, способны служить выражением бесконечного множества проявлений нашей воли. И наша рука подчиняется нашей воле, и мы, так сказать, делаем движение руки, различные предметные движения, подчиняясь воле своей по Гегелю. Мы подчиняемся своей воле. Но, наверное, и действительно это так. Ведь мы не просто рукой совершаем, что попало и как попало в движение, а мы уже имеем план. Либо, когда мы делаем какой-то предмет, мы делаем мысленный план, составляем, и его осуществляем вот в этой деятельности руки, либо в наших перемещениях, когда мы куда-то идем, мы составляем план, как мы пойдем куда-то, и воплощаем это при помощи рук и ног, либо еще в каких-то других деятельностях. То есть, короче говоря, вот рука, вот Гегель впервые выделяет вот такую вещь, как руку. Были некоторые замечания, скажем, раньше, но очень беглые, очень незначительные. Были там у Гельветы какие-то замечания о роли руки. Еще там у каких-то философов были. Но только вот Гегель ставит этот вопрос таким образом, что это такая ситуация, когда дух начинает господствовать над материей. Вот первая душа, природная душа, это только субстанция, из которой могло получиться нечто, что-то последующее. И здесь еще нет индивида, еще нет субъекта. Еще природная душа подчинена природе. Второй вид души, это чувствующая душа, это когда некоторое равновесие материального и духовного существует, уже образуется индивидуальность. И, наконец, высшая форма, это действительная душа. Я не пишу, вы там напишите, действительная душа. Что, вы видите? Спасибо. Сейчас. Действительная душа, она уже выражает господство духа над материей и присуще только человеку. Да, пожалуйста. А материя влияет на дух? Ну, а как же? Вот у него первая-то... На высоком уровне нет, тело – знак души. На высоком – нет. На первом – да, конечно. Антропология и все это субстанции только души, природные субстанции. Материя признается, но она не признается самостоятельной. Она – знак понятия. Тело – знак души, а все предметы – это знаки понятия. Понятие воплощено. Вот мы скажем, что вот это стол. Что такое стол? Это не просто название, да? А мы под столом, мы подразумеваем, что за ним сидеть хотя бы, скажем, можно, да? Но, значит, это уже понятие некоторое. Мы понимаем, да, что такое стол. Мы не говорим просто, что это коричневый прямоугольный. Вот ощущение дает нам вот такой набор. А вот сознание, самосознание уже дает нам понятие. И видно, что в каждом предмете воплощено понятие. И с каждой точкой развития мы более и более углубляемся в это понятие. Ну и примером такого полного развития является наука, которая вот дает нам, так сказать, процесс развития полноценной понятия. Сейчас еще что-нибудь прочитает. Сейчас, одну текундочку. Ради Бога. Пожалуйста, конечно. Спасибо. До свидания. Так что, вот видите, действительная душа образует третий и последний главный отдел антропологии. Антропологическое рассмотрение мы начали с души просто как сущие, не отделенные еще от природной определенности. Затем во втором главном отделе мы перешли к душе, отделяющей от себя свое непосредственное бытие. И в определенности этого бытия абстрактным для себя сущей, то есть чувствующей душе. И теперь в третьем главном отделе мы, как уже было сказано, переходим к душе, продвинувшейся в своем развитии дальше от упомянутого разобщения до посредованного единства с природностью, да и в своей телесности конкретным образом для себя сущей и тем самым действительной душе. Телесность становится чем-то без всякого сопротивления пронизанным душой, чем-то таким, что подчинено идеальности. Это ясный вопрос. Не получается здесь так, что радует господин, ведь, конечно, не только господин в зависимости от рада, но только все-таки учтите, что это еще не самосознание, это еще не дошло до этого, это какая-то предварительная стадия, поэтому метафорически можно, но, в общем, все-таки это разные вещи. Теперь, значит, дальше. Вот это антропология. Прошли мы антропологию. Немного не написала я тут действительную душу. Давайте напишу, а то потом забудете. Значит, действительная душа – это третья часть антропологии. Действительная душа. Когда же душа господствует над телом, и когда же мы говорим о субъекте. Вот получился, образовался субъект. Следующая часть развития. Видите, какой Гигель богатый. У него кругом, вот, так сказать, объяснение, определение на каждом шагу. На каждом шагу будет воплощение понятия и какое-то новое обогащение его. Благодаря чему понятие, в конце концов, становится для себя. Следующий этап – феноменология. Значит, начало было антропологии, теперь феноменология. Здесь очень похожие вложения на то, которое было феноменологией духа. То есть он берет, опять, три таких сферы, как сознание, самосознание и разум. Сознание, самосознание и разум. И тоже выделяет различные этапы. В сознании он выделяет чувственное сознание, ну, это опять ощущение, которые развознены, единичные и дают нам только случайное. Затем восприятие. То, что у нас в феноменологии было, как восприятие вещь и сознания. Здесь восприятие. Это уже собрание, собирание в единое всех этих ощущений. И какое-то единство внешнего и внутреннего. И, наконец, рассудок, когда уже мы переходим к сущности предмета. Значит, предмет такой, как феноменология, отличается от антропологии тем, что мы здесь выделяем уже не душу, не субъект, не субстанцию, а мы выделяем опять сознание, самосознание и разум. И в сознании мы выделяем чувственное сознание, единичное ощущение, случайное, несущественное. Затем восприятие, когда мы объединяем эти случайные вещи в единое. Единство внешнего и внутреннего образуется. И, наконец, рассудок, когда уже мы пододвигаемся, приближаемся к сущности. Ну, о самосознании он пишет то же самое, как и в феноменологии духа. Сознание рабское, сознание стоическое, скептическое. И, наконец, разум. Это уже, когда мы понимаем, что сущность вещей является собственными определениями вещи. Следующая часть, следующая сфера существования духовного в индивиде, в субъективном духе. Это всё пока у нас ещё идёт в субъективный дух. Субъективный дух. Психология. Значит, антропология, феноменология, психология. Вот внутри эти самые членения вы можете, если вам достанется эта тема, не рассказывать. Просто вот расскажите самые крупные такие членения. Там антропология, феноменология, психология. Психология рассматривает движения такие духовные, умственные, как, скажем, память, воображение, рассуждение. Вот, и здесь уже мы приходим к некоторой истине, понимаем, что вот истина всего существующего является дух. Вот мы прошли таких три этапа. Сейчас уже мы завершили рассмотрение по Гегелю субъективного духа. Наступает момент рассмотрения объективного духа. Дальше я хочу вот вам сказать об огромной заслуге Гегеля в связи с тем, что он выделяет объективный дух. Объективный дух – это объективная структура существования духовного. Это не просто вот произвольные какие-то образования. А это такие образования, в которых дух воплощается после того, как он воплотился в субъекте. И становится видным, что субъект включается еще в некоторую общественную ситуацию. Гегель один из первых выделяет вот эту общественную ситуацию и тоже начинает членить ее и показывать, что в каждой части, в каждом феномене есть особенного. Объективный дух, объективная структура человеческого бытия, то есть общественная структура, она тоже вся проникнута духом. И в ней есть тоже разные формы. Трудно сказать, что более высокая, что более низкая, но самая высокая – это, конечно, абсолютный дух. Это уже после объективного духа будет. Пока что в сфере объективного духа самая высокая ступень – это, помните, по институту какая вы видите, да, самая высокая форма – это государство. Так, почему, сейчас объясню. Значит, объективный дух. Объективный дух тоже состоит, ну, уже вот тут из трех частей таких. Право, моральность и нравственность. Право, мораль и нравственность. Это объективные формы. Что это означает, что объективные формы? Но не придуманы они субъектом. Субъект вовлекается в эти формы, которые существуют объективно и независимо от него. Вот Маркс возьмет эту независимость. По Марксу и экономика существует независимо от субъекта, даже экономика. Развитие производительных сил осуществляется независимо от субъекта. И построение государства. Вот мы с вами родились и мы уже включились в какую-то государственную жизнь. То есть есть нечто, что объективно для нас. Что существует для нас некоторую основу, в которую мы включаемся и которая нас подчиняет себе. Мы не можем переделать ее, во всяком случае, сразу. Субъективная сфера закончилась и видно, что кроме субъективной сферы, вы только не поймите так, что сначала субъективная, а где-то отдельно объективная, а где-то отдельно абсолютная. Все время человек существует во всех сферах. Он существует и как субъект, и проходит вот эти стадии. И чувствующей души, и действительной души, и природной души. И вместе с тем он уже вовлечен в какие-то объективные формы. Одновременно становясь объектом, он вовлечен в эти объективные формы. Вот первая форма для него – это форма права. Вот когда индивид становится уже субъектом, то по Гигелям он уступает как некоторое лицо, и как некоторое юридическое лицо. И как некоторая свободная воля, уже он субъект, он сам вроде бы определяет себя, как некоторая свободная воля, он обращается на внешние вещи и начинает владеть ими. Вот воля свободного лица заключается в том, что он присваивает себе, человек присваивает себе вещи как свою собственность. Но этот раздел недостаточно проработан, по-моему. Объяснить, как возникает собственность – это дело довольно трудное, почему так сказать. И вот Маркс, скажем, начинает с собственности, он считает, что существует собственность сначала на землю, на орудие, на ископаемое, а потом уже собственность на человека. Вот мне кажется, что вообще-то можно было бы представить дело и наоборот. Что именно собственность на человека, ну это спорный вопрос, который производит потребительную прибавочную стоимость, да, прибавочную стоимость производит, именно собственность на человека является основой всех других видов собственности. Вот в войне мы берем, захватываем пленных, эти пленные становятся нашей собственностью, начиная, так сказать, с первобытного общинного времени и дальше, так сказать, рабовладения. Мы берем в войне пленников, они работают на нас и благодаря этому создается прибавочная стоимость. И тогда уже мы можем захватить, благодаря этой прибавочной стоимости мы можем захватить и земли, и орудия там, и все что угодно. Но это спорный вопрос, как появляется собственность. Как появляется собственность, по-видимому, она появляется необходимо, частная собственность, сначала частная собственность, потому что материальное производство не работает без материальной выгоды. Материальное производство, то есть производство вещей, оно не работает без того, чтобы человек получал выгоду. Оно просто не будет работать. Как вот 70-летнее существование нашего государства доказало, что если апеллировать только к тому, что жертвуя собой на благо общества, ни к чему хорошему не приводит. Экономика падает, экономика гибнет, и ничего не получается, потому что вот экономическая сфера, сфера рынка, сфера материального производства, она обязательно требует материальной заинтересованности. И поэтому вот эта вот частная собственность, владение лицом какой-то вещи, каких-то вещей, оказывается необходимой в истории человечества. Гибель на этом делает упор, хотя, на мой взгляд, не объясняет, почему, детально не объясняет, почему возникает частная собственность. Руссо, скажем, на мой взгляд, объясняет это гораздо точнее. Вот возникла частная собственность. Собственность возникла, и для того, чтобы эта собственность укрепилась, должен быть договор между всеми людьми. Это он признает на сохранение того, что уже захвачено, того, что есть. Причем частная собственность признается им не как аргологическая, не как феодальная, а, главным образом, как собственность капиталистическая. Вот это истинный вид частной собственности. Право собственности признается на основе договорных отношений. Мы договариваемся, и если нарушается право собственности, то следует некоторое право против нарушения вот этого права собственности, некоторое наказание. Ну вот как, так сказать, здесь он объясняет это? Споря с тем, что гражданские права вытекают из естественных прав. Он совершенно не согласен с Руссо, он совершенно не согласен, скажем, с Джефферсоном, с Томасом Флейном. То есть с теми людьми, которые писали Декларацию независимости, Декларацию прав человека и гражданина, считая, что государственные, там, социальные права вырастают из естественных прав. Так думал Джофферсон, например, так думал Пейн, американские просветители, так думал Руссо. У Гегеля наоборот. Естественное право – это есть право насилия, право силы. А вот право государственное, право социальное – это есть право, совсем основанное на другом. Это противоположно природному. Вот он пишет, например, так. Выражение естественного права, бывшее обычным для философского учения о праве, содержит в себе двусмысленность, сводящаяся к вопросу, следует ли право принимать как существующее в природе непосредственно, или же так, как оно определяется по самому существу дела, то есть, соответственно, своему понятию. Обратите внимание, опять у Гегеля так. Вещь истина тогда, когда она соответствует своему понятию. Не понятие соответствует вещь, а вещь соответствует понятию. Вот человек тогда человечен, когда он соответствует своему понятию человека. Но это продолжение вот того самого Коперниканского поворота, о котором писал Кант, что не наше знание соответствует вещам, предметам, а предметы соответствуют нашим знаниям. Но только это предметы особого рода, это уже предметы не вещи сами по себе, а предметы как явления. Вот Гегель продолжает эту линию как идеалист и говорит о том, что вещи должны соответствовать своему понятию. Первый смысл в прежней линии считался обычным, что было измышлено так, что было измышлено даже некоторое естественное состояние, в котором будто бы господствовало естественное право. Так как состояние общества и государства, напротив, требует будто бы и влечет за собой ограничение свободы и принесения в жертву естественных прав. На деле, однако, право и все его определения основываются исключительно на свободной личности, на самоопределении, являющемся скорее противоположностью природного определения. То есть, вот, в противовес Руссо у Гегеля наоборот, не гражданское право вытекает из естественного, а скорее не противостоят друг другу, потому что право гражданское, как право свободного человека, оно не вытекает из естественных прав, где был прав силы. Естественных прав есть поэтому наличное естественное бытие силы и предание решающего значения насилию. А естественное состояние – состояние насильственности и нарушения права, о котором нельзя сказать чего-либо более истинного, как то, что из него необходимо выйти. Напротив, в обществе есть то состояние, единственное, в котором право только имеет свою действительность. То, что следует ограничить и чем наближет пожертвовать, есть как раз произвол и насильственность свойственные естественному состоянию. То есть, видите, разрыв с просвещением из Руссо. Ни гражданские, ни социальные права вытекают из естественного права. Естественное право есть состояние силы и фактически бесправия, потому что каждый может захватить все, что хочет. А вот если мы говорим уже о гражданском праве, таком праве, который устанавливается на основе законов и поддерживается специальными органами, то это скорее свойство не естественного человека, а гражданина, юридического лица, который связан вот с собственностью. Юридическое лицо сначала проявляет себя тем, что оно выражает свою волю во владении вещью. Рождается собственность, на основе собственности, вернее, собственность рождается на основе договора, и тут же, так сказать, есть некоторые кары за нарушение этого договора, если на них последует. Давайте сделаем перерыв небольшой. Спасибо. 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 Мы остановились на праве, на собственности, праве. Следующая часть, которую выделяет в объективном духе Гегель, это моральность. Вот он отделяет моральность от нравственности. У Канта не было такого развлечения. У Канта моральность – это и есть нравственность. Гегель отличает их, различает. Для него моральность – это отношение духа к себе, такого духа, который уже стал субъектом, который уже стал лицом. Если человек владеет какой-то вещью по отношению к внешнему, это владение, вот это чувство моральности. Но есть еще к внутреннему отношению, к внутри, к самому себе. И это чувство понимания, что такое добро, что такое зло. Гегель, по-моему, он впервые включает в моральность не только поступок, но и намерение. Впервые включает намерение. И мы ведь по намерению можем только определить, дееспособен человек или не дееспособен. А намерение или умысел у Гегеля – это есть вот то идеальное, что определяет сам поступок. Человек ведь не просто совершает какие-то поступки, у него есть какие-то намерения, какие-то умыслы, замыслы. И вот по этим замыслам как раз его и надо судить, между прочим. Не только по поступкам, но и по единству поступков и замыслов. Не только по умыслам, это был бы уж тогда вообще-то спецкрасный террор, но по единству поступков и замыслов. И Гегель, конечно, как идеалист считает, что сейчас уже так развилась духовная сторона, что уже люди знают очень хорошо различия между добром и злом. И благо – это действие на благо общества. Вот что такое благо, что такое добро. Зло – это когда вы подчиняете каким-то индивидуальным злым стремлением. Но эта часть тоже небольшая у него. Гораздо большая часть занимает, гораздо большая часть занимает, не в мораль, а в нравственность, в которой тоже выделяется три части. Значит, еще раз повторяю. Объективный дух. Здесь разделы «Право», второй раздел «Моральность», третий раздел «Нравственность». «Нравственность» состоит тоже из трех частей – семья, гражданское общество и государство. Семья – это как бы природное, природно-гражданское единство нравственного. Как он говорит, непосредственное субстанции духа. Семью он оценивает, в общем-то, по-патриархальному. Семья имеет такие свои ответвления и значения – собственно брак, единство хозяйства и воспитание детей. Воспитание детей должно быть в духе лояльности и в духе верноподданничества. Гегель не даром был идеологом русской монархии. Дети должны воспитываться в духе лояльности. Брак разрешен, но нежелателен. Женщина должна вести хозяйство, но не претендовать на какие-то там духовные особенные знания, особенно на знания философии. Главное – это муж, который и ведет, так сказать, все в экономическом плане, и в духовном тоже, в философском тоже, если хотите. Женщина не должна входить в производство, она должна сидеть дома. Она может получать образование, но не слишком большое. Тут вот он и с толстым, и с русым, в общем-то, сходится. Это этап такой природный, природный этап нравственности, природной субстанции. Следующий этап – это гражданское общество. Вот гражданское общество совсем отличается от того, как его представлял Руссо. Гражданское общество лишено политики, хотя он тут и пишет всякие политэкономические эссе, но, в общем-то, гражданское общество – это общество экономических интересов. И поэтому здесь существует вражда, раздор, гражданские войны, и поэтому здесь необходимо, чтобы было судебное производство, чтобы была полиция и чтобы были корпорации. Он выделяет три сословия – земледельческое, промышленное и торговое. И вот в столкновении, въединении этих трех сословий и совершается развитие гражданского общества. Не ставит он между государством и индивидом гражданское общество, как это сделал Руссо, и не является для него гражданское общество препятствием тоталитаризму, потому что вообще государство у него, в конечном счете, на мой взгляд, оказывается тоталитарным. Хотя он думает, что это единственная форма, которая должна быть у государства. Значит, гражданское общество – это общество преимуществу гражданских экономических интересов. И здесь судопроизводство, и здесь полиция, и здесь рост потребностей. Вот из трех частей состоит гражданское общество, из трех основных сфер развития потребностей. Причем, надо сказать, что он к потребностям человеческим очень спокойно относится, не так эгористично, как Канн. Он считает, что сохранение жизни – это одно из условий жизни человека. И поэтому он даже разрешает, ну, скажем, воровство, если оправдывает воровство, во всяком случае, кражу. И если вот человеку нечего есть, он умирает от голода, то он это оправдывает. То есть у него такие и гуманистические, в общем-то, черты по отношению к гражданскому обществу проскальзывают. Но самая высшая сфера нравственности – это, конечно, государство. Почему? А потому что это господство всеобщего. Ведь у Гегеля один разум, одна философия. Единственный разум – это познающий разум. Вот из этого вытекают все гегельевские беды. Мы вот с вами сегодня, наверное, не успеем, а в следующий раз мы будем говорить о достижениях и о просчетах Гегеля. О том, как можно было бы по-другому рассуждать. Его система, конечно, гениальная и всеобъемлющая система, но он сам запутался немножечко в ней, потому что он исходный пункт представил как нечто неопределённое, начало, а завершение стало абсолютным завершением. Вот абсолютная идея себя познала, и дальше чего? И дальше ничего. Простое государство, так сказать, совершилось, осуществилось. Дальше может быть какое-то развитие? Нет, дальше никакого развития нет. Это идеал. Идеал, потому что здесь осуществилось всеобщее. Для Гегеля, поскольку он уповает на понятие, всеобщее гораздо выше единичного. Всеобщее преобладает над единичным. А государство – это и есть выражение всеобщей воли. Он употребляет здесь термин Руссо, но, в общем-то, у него здесь ситуация немножечко другая, чем у Руссо. Для него всеобщая воля – это господство, вот это всеобщее понятие государства. Государство – это шествие Бога на земле, так и определяется. Это действительность абсолютной идеи. И государство – это монархическое. Монарх или князь, как он говорит, княжеская воля – это действительная воля государства. Все должны подчиняться монарху. Монаршие воли должны подчиняться все лояльно и без всяких оговорок, потому что она выражает собой всеобщее. При этом государство должно быть монархическим, наследственным. Наследственным обязательно. Но он говорит не только о монархшей воле, он говорит о княжеской воле, но, по сути дела, это одно и то же. Правда, он пытается оговориться и говорит, что законы все-таки издают другие, другая, так сказать, система. Задача монарха – только сказать, что я согласен вроде поставить точку над «и». Но на самом деле, действительно, господином является монарх, причем наследственный монарх. Наследственный. То есть наследственная власть. Государство – это сфера политики, а не экономики. И здесь совсем другие сословия, и здесь совсем другая структура. Хотя он говорит о том, что конституция должна быть, и называет даже прусское государство конституционной монархией, но конституционной потому, что различаются функции, а не потому, что существует разделение властей. Вот у Гегеля разделения властей нету. По сути дела, нету. У него монархшая воля все решает. Монарх назначает исполнительную власть, а законодательная власть, она складывается из сословий, и, по сути дела, это бюрократические сословия, как господство всеобщего. Вот для Гегеля всеобщего были бюрократы, как выразители воли государства. Вот многие пытаются трактовать теорию Гегеля о государстве как демократическую. Ну вот, например, моя шефиня, наш шеф, Нарь Васильевна Дорошева, она пытается все время найти, так сказать, что это демократическое. На мой взгляд, ну нету тут демократии, ни на гроши. Хотя, может, вам и удастся ее отыскать, вот учения о государстве. Потому что он за реформы, но только за реформы сверху. Реформы, ну это, конечно, следствие и Кабинской диктатуры, и Французской революции. Реформы должны быть незаметные, совсем мелкие, совсем маленькие. И это приведет к большему успеху, потому что противно сничь, это гражданская война. А этого не нужно. Реформы должны создаваться в самом законодательном собрании. Он выделяет несколько сословий. И законодательное собрание описывает, из чего оно состоит. Несколько сословий. Это высшие сословия или всеобщие сословия. Это чиновники. Чиновники и бюрократы. Чиновники, из которых складывается бюрократия. Вот это высшие сословия. Средние сословия. Это такое сословие, когда из образованных людей, образованные люди идут служить государству. То есть, по сути дела, это тоже, в общем-то, чиновники. И средние сословия. Это такое сословие, куда попадает верхушка буржуазии. Ну, из народа там тоже попадает, но очень незначительное, так сказать, число. Конечно, непрямые выборы, естественно, не всеобщие, непрямые. Законодательная власть. Законодательная власть состоит из палаты пэров. Пэры, это у него еще есть такое сословие, которое называется сословие природной нравственности. Это помещики, юкеры. Сословие природной нравственности, представляете себе. И вот это сословие обладает в Сенате, в Законодательном собрании, в Палате лордов или пэров, большинством и тоже наследственной властью. Наследственной. И нижняя часть – это Палата депутатов, которая вот из всех остальных сословий формируется. Вот вы видите, довольно-таки, ну, на мой взгляд, непрогрессивная концепция. И непрогрессивность ее связана как раз с тем, что он берет всеобщее за основу. Индивидуальность, особенность у Гегеля погашается во всеобщем. Для него всеобщее значит все. Почему? А потому что, например, с ощущениями, если сравнить, то понятие – это всеобщее. Знание – это всеобщее. А раз мы говорим о господстве понятия и всеобщего, то, следовательно, единичное и особенное должно быть снято. Должно быть, иметь место какое-то, но не слишком большое, устранено должно быть. Вот в этот раз я уже не успею, а в следующий раз мы с вами рассмотрим философию истории Гегеля, и вы увидите, насколько, вот так сказать, его взгляды все видны и как можно ли с ним согласиться или нельзя с ним согласиться. Вот концепция прогресса – это концепция ведь Гегельская. И она так утвердилась в нашем обществе, не в нашем обществе, потому что она оказалась всем долгое время очень естественной, описывающей правильно ситуацию, прогрессивной. То есть каждый, так сказать, последующий этап выше, чем предыдущий, следовательно, лучше, чем предыдущий. То есть позднее оценивалось как высшее. Вот Гегель вводит такие понятия – высшее и низшее. Ну, скажем, вот мы возьмем, например, родовладельческое общество. Откуда вытекает там феодализм, капитализм? Из предшествующего, так? Из феодализма… Капитализм вырастает, скажем, из феодализма. Значит, капитализм позже. Значит, он лучше. Он воплощает в себе то, что было раньше, но еще прибавляет еще что-то. То есть происходит некоторое снятие и в то же время добавление чего-то. И всегда последующее лучше, чем предыдущее, выше, чем предыдущее. И Маркс стоял на таких же позициях. То есть существует теория прогресса. Каждый последующий этап, он выше, чем предыдущий. Ну, у Маркса, если вы помните, он говорит, анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны. То есть мы должны исходить из высшего и с этой точки оценивать низшее. Скажем, если мы берем капитализм как наиболее развитый прогрессивный струй, то мы с его точки зрения оцениваем свое предшествующее как, ну, недоразвитое что-то, как ступеньку к этому настоящему. Но тогда, смотрите, тогда получается, во-первых, модернизация истории. То есть мы стараемся все предшествующее оценить с точки зрения настоящего. И говорить, что вот в нем нет того-то, в нем нет этого, потому что вот в настоящем сейчас вот развелось вот это. И Гегель так и рассматривает. А с другой стороны, морализирование. Мы начинаем, так сказать, говорить так, что вот Спиноз был раньше, чем, предположим, Гегель, следующее, Спиноз не понял того-то. А Декарт тоже был раньше, он был ниже. Он не учел. У нас вырабатывается, ну вот вы, слава богу, этого не застали еще, вот такого вот подхода. А в 70-е годы это было повсеместно. Если описывалось какой-то исторической ситуацией, ну скажем, анализ Спиноза или там Декарта, то обязательно нужно было написать, что Спиноз не понял вот этого, а на самом деле это так. Там, а Декарт не учел этого. Вот я сейчас позже живу, поэтому я знаю, как надо правильно я могу получить Спинозу. То есть вот если мы будем исходить из того, что существует вот это самое снятие, реверское, ну скажем, вот есть эрмоглодическое общество, да? Из эрмоглодического растает феодальное, из феодального растает капиталистическое. Откуда берется капиталистическое? Вот отсюда. Значит, происходит. Некоторые снятия. Снятие в чем состоит? Мы берем черты, которые похожи на капитализм, которые производят капитализм от отсюда. Нет, кто-то капитализм больше взятый, да? Кто-то из предшествующего. Ну и плюс еще у него там еще что-то сводило, правильно непонятно, как образуется. Но поскольку оно последнее, это общество, то оно более высокое, чем прежнее. И поэтому мы его оценивать должны с точки зрения настоящего. Вот эта вот концепция у Гегеля разработана как единства исторического и логического. То есть исторический, скажем, феодализм раньше, чем капитализм, но логически, то есть по логике вещей, он стоит гораздо ниже, чем капитализм. И мы должны оценивать его вот с точки зрения этого капитализма. Вот эта прогрессистская концепция истории вообще всего существующего у Гегеля основывается на снятии, на принципе снятия. А этот принцип, как я вам потом постараюсь показать, берется из науки. Наука так рассуждает. Наука обычно снимает предшествующее, дает из предшествующего только краткие результаты, не описывая, как на самом деле все целиком обстоит. Но это я подробно вам расскажу попозже. Маркс воспринимает целиком вот по концепции. Для него прогресс идет. И прогресс уходит в какое-то, так сказать, будущее. В коммунизм, в социализм. У Гегеля, правда, нет будущего. У него становится настоящим. Но у прусской монархии это вот вершина всего того, что было. Все предшествующее снимается в этой прусской монархии, потому что именно в ней устанавливается господство всеобщего. Понятно, что всеобщее это понятие. Всякая чувственная действительность, она единична. А в государстве воплощается некоторая всеобщая воля. Воля всех граждан, которые связаны теперь в одно целое. Поэтому государству нужно быть лояльным. Много раз подвергали критике гегелевскую концепцию прогресса. Даже тогда, когда еще Гегеля не было. У Вика, скажем, совсем другая концепция. У него там ряд вот этих самых разных устройств государства. Существуют они рядом друг с другом. И нельзя сказать, что выше, что ниже. Просто существует рядом. У современных. Кто там у нас из современных? Некоторые насчитывают даже 28 различных концепций. Ну, кого бы назвать? Современные культурологи не помните. Сейчас у меня вылетела фамилия из головы. Сейчас вспомню. Но единственный, кто подверг по-настоящему концепцию гегеля-критики, это был Михаил Михайлович Пахтин. Правда, он исходил из искусства, из литературы. Но его уже давно считают не литературой ведомой. Его давно уже считают философом, мыслителем и на Западе, и у нас. Потому что он предложил совершенно другую концепцию, где не работают выше и ниже. Вот у гегеля, скажем, его монархия выше, чем, скажем, предшествующие там какое-то государственное образование. Почему выше? А потому что оно позже возникло. Следовательно, оно взяло что-то из прошлого, еще там что-то добавило немножко. Вот Пахтин, ну, в 70-е годы его работы тоже произвели такое впечатление разорвавшейся бомбы. Пахтин предложил, что нет господства всеобщего, а есть много разных особенных. И нет принципа выше и ниже, и нет принципа снятия. Но в искусстве мы не можем сказать, например, что Гомер был ниже Шекспира, потому что он был раньше. Мы не можем сказать, что Бетховен был там ниже, чем григорианские хоры, потому что он был, или выше, потому что он был позже. Вот это вот позже, как высшее, и раньше, как низшее, не работает. И снятие в искусстве не происходит. Там воспроизводится целиком то, что говорил Гомер, и мы с этим Гомером спорим, мы с ним разговариваем, мы его понимаем. Хотя он жил давным-давно, и вроде бы мы не должны его понимать, но мы его понимаем. Почему потом постараемся объяснить. То есть всегда между, в истории, между историческими этапами искусства, науки или еще чего-то существуют отношения. Да, есть отношения выше и ниже. Можно сказать, что, скажем, капитализм в каких-то отношениях там выше, чем феодализм. Ну, там были, предположим, освещались дома какими-то свечками, да, а потом пошло электричество, и насколько это лучше, чем свечки. Раньше, так сказать, ездили на шведях, и все это занимало путешествие энное количество времени, а сейчас садишься в самолет или там на поезд, и как хорошо, как быстро. Но здесь же есть и другая оборотная сторона, как сказал Баруссо. Сколько самолеты едят воздуха, кислорода. Сколько поезда загрязняет, так сказать, окружающий мир, и воздух тоже. Хорошо, конечно, сидеть на берегу речки чистой, ловить рыбу. Вместо нее водопровод. Есть, есть ключ, спасибо. Водопровод, конечно, гораздо лучше, чем чистой речкой, с которой ты черпаешь воду. Но сколько в этом водопроводе хлорки, сколько в нем каких-то тяжелых элементов, в этом водопроводе лучше или хуже он? С одной стороны лучше, с другой стороны хуже. Оказывается, прогресс это дело такое двуединое. Нельзя точно сказать, лучше или хуже. А если уж так посмотреть на изобретения науки, которые несут гибель человечеству, там всякие водородные бомбы и прочее, так Руссо точно сказал, господи, да какой ужас, да зачем это нужно? Лучше сидеть на берегу чистой речки и ловить рыбу. То есть вот эта вот ситуация, когда позднее оценивается как высшее, а раньше раннее оценивается как низшее, как у Гигаря играет существенную роль в его снятии, вот Бахтиным было поставлено под сомнение. И за Бахтиным заговорили вслед и другие. Для Бахтина каждая эпоха стала особенной. Она с особенностью другой вступает в общение, в диалог. Вот у Бахтина его концепция культуры называется диалогической, как вы, наверное, знаете. Это полное отрицание, так сказать, гегельской концепции, но и в то же время марксовской, потому что Маркс это взял у Гигеля целиком и пульсом. Маркс взял у Гигеля и другое. Много вообще-то у него взял, хотя был, на мой взгляд, очень интересный мыслитель, если его как следует разобрать. Взял у него вот эту вот бессознательность. Ведь у Гигеля сознание и понятие проходят целый ряд этапов, целую длинную историю, прежде чем стать сознанием, да, сознанием в себе и для себя, прежде чем стать абсолютной идеей. И у Маркса тоже. У него каждый, так сказать, человек вступает, рождаясь в какой-то строй, на который он невластен, оказывает, в общем-то, решающее воздействие. Как говорил Маркс, производственные силы и производственные отношения развиваются независимо от человека и от человечества. Это вот Гигельская концепция, независимость и развитие абсолютного духа, независимо от отдельного индивида. То есть Гигель оказал огромное влияние на всю последующую мысль, и марксистскую прежде всего. Хотя, надо сказать, что уже фихты такие, ну, в следующий раз, ну, не в следующий, а через следующий раз разберём фихты, и увидим, что у фихты были похожие идеи. И Гигель многое взял и у фихты, и у Шеринга, хотя на них не ссылался. Вот, скажем, принцип противоположности у фихты был выражен, не у фихты, а у Шеринга был выражен, как принцип полярности. И Гигель на него даже не сослался, употребив вот этот термин борьбы противоположностей. А у Шеринга был принцип полярности, он там указывал на магниты и так далее. У Шеринга был принцип потенцирования, то есть восхождение от низшего к высшему. И Гигель тоже на него не указывает, хотя, в общем-то, явно взял у него. Вот почему такая ссора между ними произошла, молчаливая, что ли, когда они не общались друг с другом на протяжении, там, больше, чем 20 лет уже, хотя сначала были друзьями. Но я хочу обратить вот ваше внимание на вот эту вот концепцию государства. Государство как высшие формы. Хотя, вот видите, что государство оценивается здесь только как господство всеобщего. Вот идея, это действительно идея на земле, это государство. Почему? Потому что в государстве все члены общества оказываются как единичные под влиянием всеобщего. Государство – это всеобщее. Государство вражает всеобщую волю, поэтому оно право всегда. И поэтому по отношению к нему надо воспитывать лояльность. Ну вот я попыталась вам показать, что некоторые такие, ну я бы даже сказала консервативные, я не буду уже говорить реакционные элементы, у Гегеля есть, что реформы только сверху, что черн вообще-то презираема, что законы издаются членами законодательного собрания, часть которого пожизненно назначается, что эта пожизненная часть – это члены, ну, природной нравственности, то есть помещики, юнкеры. А вот самые, так сказать, не в частной сословии, из которого образуется все другое, депутаты, это верхушка буржуазии, а вовсе не народа. Но Гегель еще высказывает и точку зрения на войну свою. Он считает, что периоды благоденствия – это, в общем-то, пустые в существовании государства. Почему? Должна быть противоположность, борьба противоположностей. И поэтому война – это достаточно положительное явление. Война должна существовать. Но вот Кант сначала стоял на таких позициях, потом он от них отошел, и Кант в своих социально-политических работах высказывает мысль, ну, почти о едином европейском сообществе. Он пишет о том, что все государства должны объединиться, выработать единую конституцию для того, чтобы все, так сказать, совместно управляться без всяких войн. Вот Гегель до этого не дошел. Он пошел обратно. Он считает, что война – это благодетельные, так сказать, вещи в существовании различных государств. Ну, и так вот государством заканчивается нравственность. Государством заканчивается нравственность, и заканчивается вот та тема, которую мы взяли как философию природы, значит, связанная с феноменологией духа. А вот сейчас мы с вами перейдем к основной части Гегельской работы, к логике. Ну, у нас еще есть время, так что устали? Давайте вопросы. Давайте вопросы, а потом перейдем к логике. Ой, нет, извините, я еще абсолютный дух не затронула. Извините, давайте вопросы, а потом у нас еще абсолютный дух. Совсем про него забыла. Да, пожалуйста. Да, Антон. Если человек хочет подробно, как бы, тщательно изучить общество разума, на какую из двух редакций лучше не опираться? А 87-го или 81-го? Нет, конечно, 87-го она считается классической. 87-й год, это второе издание, куда Кант ввел несколько исправлений относительно схемы, мы говорили о ней. И потом я советую вам, знаете, что, Антон, про Легомины все-таки провестайте. Это как бы, ну, что-то такая, вроде бы, водная часть критики чистого разума, она более простая, может быть, будет более понятная. Про Легомины, ко всякой, могущей быть, метафизике. Наверное, по институту знаете уже. Кстати, здесь все философы или кто-то со стороны естественницы, у Лены естественницы, да? Еще кто? Вы естественник, да? Нет? Кто? Нет, это политологи-то наши, это я имею в виду со стороны, в смысле физики, там, химики, еще кто-то. Они иногда нам тоже сдают. Лен, вы одна, что ли, да? Нет из всех остальных естественников. Мы с вами как раз, вот у нас 10 минут осталось на абсолютный дух. Значит, вот абсолютная, так сказать, идея воплотилась. Это государство. Но в государстве все-таки, да? Проект повторить немножечко о скептическом создании. О скептическом? Да, давайте по-моему, словочек. Да лучше я вам прочитаю сейчас. Скептическое – это когда все уравнивается в своей ничтожности. Мы обращаем внимание на материальное, как на несущественное совершенно. И оно одинаково во всех отношениях для нас. Скептиз по отношению, вот так сказать, к существующим выражается в том, что нет никакой точки зрения. Все точки зрения равны, все ничтожные, все, в общем, одинаковы. Это, с одной стороны, отрицание, потому что ничего не принимается во внимание. А с другой стороны, это почва для того, чтобы, ну, чему-то подняться самому самостоятельно, чтобы вырасти вот на этом, на каком-то, ну, неопределённом вырасти чему-то определённое. Что-то потом выбирается в качестве одного. – Это не кортезианское, что вы не говорите? – Нет, 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 не кортезианское, нет. Что я мысль, если это не осуществует, но тут… – Нет, нет, нет. – Тут уж со мной этого нету. – Нет, нет. – Ну, как, в какой-то степени можете сравнить, но, в общем-то, это не близко. Значит, абсолютный дух ещё у нас. Значит, государство образовалось, образовался субъект, образовался гражданин, как частное проявление всеобщего. Вот обратите внимание, что гражданин – это не сам по себе существует у Гегеля. Вот у Руссо он существует сам по себе, как отдельная воля всех, так сказать, общей воли. А у Гегеля нет, он всего лишь особенное, которое подчинено всеобщему. Он должен подчиняться государству. Такой этатистский подход, но который был у Лобса, скажем, похож. И тем не менее, вот в человеке ещё существует такая сфера по Гегелю, как культура. В человеке начинает человек осознавать себя, как высшую форму проявлений вот этой абсолютной идеи. В трёх формах выражается абсолютный дух. Или давайте, знаете, лучше отложим это на следующий раз, а то мы сейчас быстро это всё пройдём. Давайте лучше вопросы. Давайте сейчас ограничимся вопросами, а в следующий раз вернёмся к этому и начнём другую логику, которая у нас, так сказать, самая такая существенная часть. Какие у вас вопросы? Задавайте любые. Только громко. Вернёмся. Будем, будем. Да. Перед логикой я бы сказала. Да. А почему вы считаете, что когда на учебном народном состоянии поблагодарила, то есть включать в них дух не может, достигать какого-то природного совершенства? Может, но очень не скоро. Из-за чего? Из-за врождённых природных каких-то особей? Из-за природных особенностей, из-за чего он не образован. Вот хотя Гегель всё время критикует просвещение, особенно феноменологии духа у него критика просвещения дана, потому что он считает, что это рассудочное мышление, и оно не даёт диалектики. Но оно действительно, я вам пыталась показать, хотя мало у нас лекций было, это рассудочное мышление, диалектики оно не даёт, за исключением Дидро. У Дидро есть диалектика. Но ведь народ надо всё время воспитывать, надо всё время его образовывать. И Гегель стоит на той же точке зрения. То есть нужно взять вот эту вот общественную кассету общественного знания и перемотать её на единичное знание. Вот воспитание, так сказать, народа вот и строится в таком плане, что нужно его образовывать. Но так же, как Вольтер, он считает, что, в общем, это всё время скоро. И потом всё-таки у него вот эта вот тяга к всеобщему, к всеобщей воле, как к царству всеобщего. Потому что для него понятие выражает собой всеобщее. И поэтому государство, которое воплощает всеобщую вот эту волю, для него гораздо важнее, чем отдельный индивид. Вот на примере, в следующий раз мы, наверное, всё-таки займёмся философией истории. Но, на мой взгляд, это наиболее интересная у Гегеля вещь, которой можно много вопросов задавать в философии истории. И вам будет ясно, как он понимает, так сказать, народ. Он считает, что вот великие личности – это те личности, которые услышали зов мирового духа. Вот за спиной у человека всегда стоит дух. В какой форме? В форме мирового духа. История осуществляется не по моим личным, не по вашим личным, не по вашим требованиям. Она по требованиям мирового духа. Опять, видите, выступает нечто всеобщее, в отличие от особенного. Особенно он не имеет значения. Имеет значение вон тот всеобщий, мировой дух. И великая личность – это та личность, которая слышит требования, чувствует требования мирового духа. Наполеон, там, Александр, Македонский, Цезарь. И им разрешено уничтожать маленьких людей. Ну, не в смысле так взять и убить, а вот в смысле проводить такую политику, которая приводила бы к гибели маленьких людей. Им разрешено, более того, с точками зрения морализирования к ним нельзя подходить, к великим личностям. Почему? Потому что они выполняют требования мирового духа. Они не свои требования выполняют. Иногда свои, которые совпадают с требованиями мирового духа, иногда требованиями мирового духа. И, как правильно, эти великие личности никогда не требуют счастливы. Их убивают, как Цезарь. Их ссылают, как Нуполеона и так далее. Но их задача – воплотить требования мирового духа. И с этой целью, если у него такое даже выражение есть, если иной великий человек раздавит какой-нибудь цветок, то это, в общем-то, ничего страшного в этом не будет. Не знаю. Не знаю. Насчет Гитлера – не знаю. Думаю, что фашизм нет. Может, когда я забыл? И вот я должна обратить ваше внимание на то, что вся русская литература, она выступит против этого. Потому что Достоевский, скажем, успевает что? Качество бедных людей, обыкновенных людей. Гоголь, Шинель, несчастный какой-то Акаки Акакевич, да? То есть она, наша литература русская, она как раз выступила против Гегеля первая. Потому что для Гегеля вот этот дух в его абсолютности, в его абсолютной идее, в его абсолютной завершенности, он гораздо важнее, чем единичный какой-то субъект. А вся русская литература пыталась показать, что чувство обыкновенных маленьких людей имеет такое же значение, может, даже большее. Поэтому, ну, в следующий раз я уже все будет подробно рассказывать. Да, пожалуйста. Не поняла в своей концепции показать, что все подчинено одной идее, одной субстанции, понятию. Что все основывается на разумности, что история основывается на разуме, что природа основывается на разуме, что наше с вами сознание основывается на разуме, а именно на понятии. И это понятие проходит целый ряд длинных превращений для того, чтобы прийти к самосознанию, чтобы познать самого себя. Он вот в предисловии к философии духа и говорит, что призыв Сократа «познай самого себя» был самый, наверное, глубокомысленный. Что нужно познать самого себя прежде всего, прежде того, чтобы изменить какую-то действительность. Нужно познать себя, и тогда ты узнаешь, что во всех отдельных вещах, во всех отдельных предметах тоже дух существует, и он является существенным. И тогда мы будем стоять на правильном пути. Единую систему построить, развитие понятия. Почему единую? А потому что наука есть единая система развития понятия. Каждая наука есть система развития понятия, из абстрактного в конкретное. Каждая наука. И поэтому он ориентируется на науку. Он ориентируется на то, что было господствующим в его время научное познание, теоретический разум. Но и до сих пор, ребята, так остается. До сих пор ведь считают, что научный познающий разум это единственный разум. И когда, так сказать, кажется, что вот он не привел человека к счастью, этот познающий теоретический научный разум, то, может, ему нужно отбросить и заняться там какими-то иррациональными учениями, йогой, погружением там куда-то. А может быть, все дело в том, что существуют разные виды разума. Вот Гигель в один только устремил свое внимание. На один только нацелился. Почему? Потому что наука была самой, так сказать, господствующей формой. А сейчас уже наука уходит с первого места. Она начинает формироваться даже не как наука, а как искусство. Может быть, сливаться с искусством. Но об этом тоже потом. Вот. И поэтому, но еще другие причины я вам тоже расскажу, какие, так сказать, привели его к таким, ну, большим ошибкам, я бы сказала его. Я об этом тоже буду рассказывать. Что я не поняла? Я не понимаю. Творчество в искусстве, в религии, пожалуйста, творчество. В искусстве. Наука, наука, она относится к объективному духу. А вот к абсолютному духу, она относится к искусству, науке, искусству, философию и религию. Вот в искусстве творчество, да. Как же она относится к творчеству? Философия, если я стремился к науке, а философия, для него какого господа, вообще вот это вот в этой трофе. Философия объясняет, что происходит в науке, поэтому она выше. Она рефлектирует над наукой, она объясняет, что там происходит. Сам ученый не объясняет этого, он не понимает. Он действует бессознательно. А творчество такое в искусстве. В искусстве человек, мне говорят, удвояет природу. Он не просто подражает ей, он удваивает ее, он создает то, чего нет в природе самой по себе. Лена, что вы хотели? Я хотела уточнить, что в первом, что вы предложили изучить все эти идеи? Ну, я думаю, что может и не первым, но во всяком случае очень существенным. Очень существенным. К ним нельзя прилагать морализаторские оценки, потому что они выполняют требования абсолютно мирового духа. Ну, и Маркс бы так же сказал, он сказал, что производство развивается само по себе, мы вливаемся в это производство, да, мы не можем его произвольно изменить, и поэтому должны ему подчиняться. И только, говорил Маркс, когда-то в будущем при коммунизме человек будет сознательно делать свою историю, а сейчас он говорит, человек делает бессознательно историю. То есть, по сути дела, она сама делается. Развивается производство, производит не силу производственных отношений. Человек в них вписывается, и ничего он изменить не может. То есть, так же самое. — То есть, что абсолютный дух потус тоже добрает вам, если он так верит, как и так же? — Нет, но все-таки моральность-то у него есть, наоборот. — А что он может тогда там в природе? — А потому что, потому что, я вам потом зачту даже специальную цитату из философии истории, может даже сейчас ее найду, что если вы рассматриваете историю как борьбу добра со злом, то тогда да, вы погрязаете, так сказать, во всех этих войнах, ужасах, несчастьях и так далее. Но если вы с самого начала знаете, что для вас главное всеобщее, то у вас теодицея. Так как и лиднец, он думает, что зло ведет к добру. Просто человек, так сказать, не может вот сейчас на данном этапе объяснить, как это зло ведет к добру. У него даже, не буду сейчас искать эту цитату, не найду. А он говорит об этом, что мы просто нужно знать, с чего ты начинаешь. Для меня цель — господство всеобщего. И если эта цель осуществляется, то все остальное оправдывается. Оправдывается все. Вот, примерно, примерно так же. Господство всеобщего. То есть геймерская, прогрессистская концепция, она жива до сих пор. И она самая распространенная. Хотя уже в 70-х годах появился бахтин, но он появился вообще-то в 30-х, но стал таким более признанным в 70-х. Все-таки его точка зрения не стала господствующей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!